Главную концертную площадку города окрасили в зеленые цвета. Бобрусь Агромаш устроил по-настоящему яркое шоу. Главные гости – работники машиностроительной сферы. Накануне их профессионального праздника звучат поздравления. Программу открывает заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская. Среди присутствующих и первые лица города Александр Студнев лично благодарит коллектив Агромаш за стабильность и порядок в непростое время. Для нашего города это городообразующее предприятие. И уверен, что на этом предприятии работают достойные люди. Они знают и уверены в завтрашнем дне. Я благодарен именно вам, работники предприятия, за вашу гражданскую позицию. Лучшим работникам грамоты и подарки. Настоящий сюрприз для гостей – появление на сцене земляка Руслана Лехно. При первых нотах главного хита Руслана Лехно все явно идет не по сценарию. Со сцены звучит трек номер один. Необыкновенная. Цветут орхидеи и земной. Спасибо. Спонтанный дуэт зрителей встречают бурными эмоциями. Некоторые вовсе отмечают необыкновенно. Это как раз про руководителя холдинга. Я с большим удовольствием поздравляю Бобруйск с прекрасным праздником. С днем машиностроителя. Мужчина строит города, дороги, поезда, самолеты, корабли. Но без женщин ничего бы этого не получилось. Мира, добра, радости, новых побед, свершений, мечт, исполнений. И пусть в нашей жизни этот праздник будет таким, как Новый год. С праздником, с днем машиностроителя. Праздничный концерт становится не единственным подарком для горожан в этот день. Еще один поджидает гостей уже на самом предприятии. На часах 15.00 на календаре 24 сентября. Через несколько минут откроется фирменный магазин «Агромаш». Вот этот золотой ключик и распахнет двери объекта для всех желающих. И вот наступает долгожданный момент. Почетные гости открытия магазина. Еще одно событие хорошее. Теперь он открыт для всех желающих. Приобрести здесь можно буквально все, от аксессуаров до велосипедов. Майки, кофты, спортивные сумки тоже можно приобрести в фирменном магазине. Теперь «Агромашевца» будет видно хорошо и далеко. Бобруйск – весомый гроб на машиностроительном поле страны. «Агромаш» – завод тракторных деталей и агрегатов «Сельмаш». Что до виновника торжества, по всем показателям здесь плюсы. И по зарплате, и по экспорту. Бобруйск, как «Агромаш» встречает данный праздник уверенно, с чистым сердцем, но с большими планами на будущее. Конечно, мы будем работать более все-таки плотно и активно еще с Российской Федерацией, увеличивая отгрузки туда. И уже даже в следующий месяц у нас прирост объема отгрузки в Российскую Федерацию на 20% к этому периоду, который уже есть. Поэтому мы будем прирастать в экспорте, ну и, конечно, не забывать про свою любимую Беларусь. В преддверии праздника всегда желают удачи. Потому что ситуация в мире такова, что, как это говорят, выигрывает тот, кому удача ближе. Но на нее нужно работать. Вот тот, кто работает, к тому приходит и удача. Ну, а я думаю, что у нас, как это, в той главной столице нашей Родины, говорят, что есть тут другая маленькая столица Бобруйска. Так вот, мне хотелось бы, чтобы, наверное, той хитрости, которая здесь есть у бобруйчан, ну, чуть-чуть капельку было и минчанам, и всем остальным жителям нашей любимой Беларуси. Еще больше эксклюзива в итоге к неделе. В это воскресенье в 20.30 на Бобруйск-360. Не пропустите. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск-360.